друзья всем привет с вами александр синин продолжаем наш курс айос разработчик эта информация обо мне чем я занимаюсь как со мной связаться вопросы можете задавать прям к этому видео да ну и вообще писать любую обратную связь это всегда приятно сегодня мы уже приступаем непосредственно к разработке нашего приложения которого котором она анонсировалась все это время это приложение для того чтобы сохранять визитки своих коллег знакомых родственников друзей неважно и сегодня мы с вами сделаем модель этого приложения то есть вот те данные определим формат данных с которыми мы будем работать ну давайте визит карт назовем это приложение наше визиткартс картс 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 правильно окей на рабочем столе создаем проект вот не вовремя до нас сейчас не интересует view да контроллер нас это не интересует вообще мы можем удалить что мы в ту треш вот этот сам контроллер у нас тоже мало сейчас интересует нас интересует непосредственно модель да для этого мы эту модель с вами мы выделим отдельный файл назовем таковой назовем класс модель назовем вот у нас появился файлик модель в нем вот пустой класс модель здесь же предлагаю создать еще один класс в свисте это возможно в одном файле создавать хоть сколько классов да то очень удобно в объекте все так было делать нельзя приходилось под каждый класс создавать свой файл значит и что нам нужно нам нужно 1 до 1 контакт одна визитка создать под нее нужно класс соответственно класс будет называться у нас пусть так будет называться визит карта карта да ну ничего еще потом поменяем карт карт значит и какие у него будут переменные переменная первое это айди естественно да самочисленного типа значит это номер просто по порядку в котором его будем отображать значит дальше переменная ну или правильнее конечно назвать будет равно 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 или так или так но в принципе тогда нам придется еще создать одну переменную иди которая будет уникальным номером каждого контакта давайте посмотрим по ходу еще добавить и оставим одно иди дальше значит нам нужно имя нашего контакта данных соответственно переменной стриму да петр петров иван иванов то этого ней дальше у него еще нужно поля и мы основные это тоже стримовая штука ну понятно да что такое email пояснять надо и поле телефон тоже вопросов нет также у нас будет у каждой карточки картинка своя то есть ту визитку на будет сфотографировать да поэтому назовем еще добавим еще одно переменную еще одно свойство имиджный тоже будет стрим так создали значит мы да теперь нам нужен конструктор этого класса так называемый и нет значит причем я думаю их сразу имеет смысл сделать несколько то есть значит вот например и инициализировать пустой до пустую визитку ну и что здесь здесь просто нужно будет присвоить значение до переменным такой пустой нет так же нам нужен будет еще и нит который мы будем передавать это значение да и какие все значения которые есть до стрим и соответственно здесь что здесь тоже все достаточно просто и очевидно и так для начала нам этого достаточно вот потом я думаю нам понадобится еще возможно нам еще понадобится конструктор где имиджные им у нас не передается не имиджные мы просто может быть картинку будет сюда передавать при инициализации да и уже ее обрабатывать и сохранять но это будет понятно в процессе работы да значит у нас есть класс 1 карточка и нам соответственно нужен массив да где эти данные где карточки будут храниться ну давайте так его назовем так будет называться да и по умолчанию там будет значение пустое вот так вот да то есть а нет извиняюсь data array надо указать что он у нас будет массив в котором лежат визитки наши да понятно тип данных какой него и по умолчанию он пустой значит в модели соответственно нам нужно будет будет можно это сделать функциями класса нам нужно будет реализовать две функции да это загрузить данные мы будем заполнять вот здесь вот data array да пустой будет ничего мы сюда передавать не будем мы знать мы будем знать где у нас лежит наш файлик в котором у нас все сохраняется так да и будем соответственно оттуда подтягивать данные и еще один нам нужен будет класс функция класса да это понятно да когда что-то будем менять после этого будем вызывать вот эту функцию сохранить данные ну а соответственно в наш файлик будет сохранять сразу еще сделаю да на сегодня мы практически закончили сразу что еще хочу сказать что здесь нам нужен будет с вами класс то есть просто так вот визит карт сохранить мы не сможем да то есть нам нужно будет реализовать здесь два метода две две функции одна из которых у нас формировать будет словарь объекта нас dictionary да если помните прошлый урок то его мы очень легко можем сохранить файл да а вторая разворачивать из словаря то есть нужно будет еще один метод конструктор точно который у нас из словаря как раз будет получать вот наш класс визит карт здесь где-то параметры здесь никаких параметров не будет возвращать он будет у нас ns дикчан или да ну давайте сейчас сделаем заглушку просто в следующем уроке уже более подробно это рассмотрим return пустой вот у нас дикчан или вернем чтобы у нас не ругался и нужен будет метод и нет соответственно где параметр будет один ну и давайте тоже здесь укажем это все пока только заглушка да чтоб это все работало здесь конечно мы словарь будем разворачивать вот но это уже тема следующего занятия да на сегодня все то есть у нас есть структура моделей вот на следующем занятии как раз мы вот этими двумя методами и займемся вот такой короткий тизер итак с вами был александр сенин на сегодня все друзья пожалуйста лайкайте это видео пишите комментарии обратную связь хороших вам приложений до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...